Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выходные, по данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлено 132 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 85 случаев приходится на город Якутск. 11 случаев зафиксировано в Алданском районе. В наших соседних Мигиноконгаласским и Хангаласких улусах со столицей по 4 случая, Верхневилюйские и Кобяйские улусы дают нам по 3 случая. Отдельные случаи заболеваний зарегистрированы практически в каждом районе республики. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки в республике было развернуто определенное количество новых инфекционных коек для тяжелобольных. Я хочу обратиться ко всем жителям республики Сахая-Кутия, прежде всего к детям, тем, кто младше лиц, старше 65-70 лет. Берегите, пожалуйста, своих взрослых. Сегодня наши врачи борются за жизни ваших отцов, дедов, старших братьев, матерей, старших сестер. Им действительно достаточно сложно. Но, как правило, основной виной появления их на больничных койках является именно нарушение нами с вами тех правил санитарных, которые непосредственно предусмотрены, в том числе указами главы республики Сахая-Кутия. Сегодня врачи, безусловно, делают практически медицинские подвиги на своих местах. Достаточно сложно сегодня решать эти вопросы, несмотря на то, что создана практически вся база. И в этом стоит признаться. Сложно еще и потому, что в основном основные очаги являются семейными, корпоративными. И я также, как и в мае месяце, обращаюсь к вам вновь. Пожалуйста, ограничьте все полностью свои контакты со старшим поколением. Старайтесь их беречь. Это очень важно для нас сегодня всех. За последние сутки у нас зарегистрирован один летальный случай. В целом, лаборатории республики работают в повышенном режиме готовности. Проведено 4491 исследование на коронавирус. Необходимо обратить внимание на то, что после субботнего визита, в том числе главы республики, в целом по медицинским учреждениям и лабораториями, мы вновь приняли решение об увеличении объемов лабораторий по тестированию граждан. Также приняты ряд организационных мер. Можно увеличивать количество исследований на коронавирус. Но мы должны понимать, что у каждой системы есть свой резерв. Поэтому сегодня для нас особенно важно, прежде всего, соблюдение тех норм, которые определены нормативно-правовыми актами главы республики Саха и Кутя. Я желаю всем здоровья, выдержки и, конечно же, устойчивости нашим врачам.